я нам сергей рассказывает что нынче похмельный бизнес растет набирает обороты но имеется то что выращивают хмель вот это потом уже у кого-то там может похмельный синдром а вот этот хмель от которого синдром вот здесь выращивают и но не только здесь конечно но вот как бы сейчас растущий бизнес вот такой даунтаун прям полумертвый обского а сколько население в этой бороде пару тысяч человек сдавали в аренду дата были допустим хозяева имеют магазин на первом этаже а сами живут на втором или сдают в аренду участвует небольшая арт гелори за как ну да картина это было раз а вот с точки зрения комьют да вот люди что считается нормальным с точки зрения вот так езды на работу в милях 20 до 60 миль обычно люди ездят то есть до 100 километров в одну сторону то есть нормально я еду на работу 50 километров одну сторону и сколько времени уходит 40 минут ну то есть ничего страшного ну трафика совершенно нет то есть в пять вечера в пять утра в любое время 40 минут это где-то хайвей в смысле это привык вот где мы сейчас едем это просто дорога которая соединяет один городок с другим она нумерованная какая-то нет это просто по имени вот мы ехали тут говорят привык такой привык секу и вот выглядит буквально вот как вот это это же есть по моему три уровня трасс есть местные мичиганские дороги то есть да это будет называться там мишиган хайвей или юс хайвей посол с черным значком да потом у нас идет штат то есть каури рот потом штат уже как и веснари флой тоже и потом уже интерстейт которые при на федеральной трассе и вот лишь хотелось показать вот справа куча вот этих столбов поставили наклонутых это как раз вот так вот выращивают хмель до он будет на них карабкаться ничего себе остановимся кужали вы серьезной высоты да это очень дорого то примерно по моему 15 тысяч долларов за акр вот такую вот конструкцию создать а между ними натянуты какие-то это кабеля чтобы они видите хмель на них розы партнер между опорами нету поперечных к чему ему прицепиться по столбам идет или что новое они идут ведь я сверху идет кабели вниз спускаются по моему пока еще и только палочки потом они сделаны когда сейчас снизу стоят к палочке молодой хмель то есть ему еще расти это буквально прошлом году не так он что я извиняюсь вот высотой столба будет они вот даже сверху видите это сетка он сюда полезет это очень как виноград я извиняюсь а собирать ты его как просто под корень зарезают там по моему есть но американцев же бог на любой урожай куэта комбайн найдется ну да там будет молотить или или мексиканцы ножницы обрезают по моему занимает около пяти лет чтобы урожай стал появляться я точно не помню и тут же вот рядом это здесь будет охмель у него плод есть какой-то или он даже не знаю как объяснить я видел как он не зеленая масса она зеленая но такое очень легкого вида именно вот просто после того как она отсвело это вот что как зависть вот это да ой какая интересная дорога у нас этого здесь просто разворачиваешься уже поедем в ту винодельню и это сейчас вот очень много места по такие вот устройство для выращивания хмеля появились да ну конечно это винодельни это такой бизнес туристический или вот местные любят вообще кто там сейчас вино становится очень популярным обычно местные так мужики все пиво пьют то есть не то что там виски какие-нибудь очень конечно привлекает много туристов из чикаго огромное количество нас здесь вообще-то как курортная зона для чикаго летом допустим в пятницу если ехать по 94 трассе по которой вы ехали до 90 процентов машин с иллиной номерными знаками из олинойса да то есть они идут на выходные у них здесь дачи вдоль озера да у нас огромный бизнес именно их тут никто не любит потому что они не знают куда ехать постоянно тормозят но очень много денег идет из чикаго поэтому все так терпеливо к ним относятся но особенно если очень мелкие городки и курортная прямо на озере там салфеевен тот же сын джозеф там буквально пробки создаются потому что очень много из чикаго там еще и на яхтах приплывают да да это тоже озеро с большой чикаго очень много денег поэтому здесь очень сильно поддерживают цену недвижимость потому что скупают дома для своих самолетних домов то есть то есть это как бы популярное место для приобретения вот эти домика поскольку земля дорогая а дом ничего не стоит продажи и немножечко прихорачиваю чуть-чуть все это уходит у нас заметно больше деньги вот там пару домов мы посетили они в общем-то вы такие обшарпанные совершенно неоприняты здесь это дорого да почему почему перед продажей они не приводят его в какую-то скажем детям состояние наверное чуть-чуть дешевле в чем у вас но если продаешь дом за миллион то намного легче там 20-30 тысяч долларов отдать трейлер парк примерно 300 долларов в месяц аренда участка земли с домом ну там ваш а окей то есть аренда участка света сколько у нас тут может может стоить может стоить аренда участка до при твоем доме вот я показывал место в санта кросс в водичке ну там изощренное место потом если если без вида на океан то 3750 а если с видом то 4 250 но так если в кремниевой долине это может стоить допустим две с половиной три тысячи мы вам сказать михаил когда я смотрю ваше видео про опенхаузы мне вот буквально больно потому что действительно эти дома они так сильно отличаются да вот они абсолютно те дома которые вы говорите за 160 тысяч они по сути своей ничем не отличаются эти дома не отличаются земля поэтому когда вы так и просто раз когда этот дом так в принципе реальная цена на 1800 а мне просто вот боль потому что такой же дом мичигане это 100 тысяч максимум и поэтому это разница но чего люди не понимают и я сто раз говорю но как бы в основном одни и те же слушают вот а те которые значит не не понимают они не слушают но я им объясняю что калифорния как как штат не недорогое место но есть дорогая полоска вдоль океана где вот такие цены сумасшедшие это это и сан-диего и лос-анджелес там и санта-барбара и сан-франциско с кремниевой долиной но если взять сакраменто например там цены вот такие как у вас на базе но может быть на 20 процентов дороже то есть там можно за 120-130 купить долг возле озера мичиган вдоль на это в основном потому что чикаго скупает там там миллионы долларов да там участок земли будет сразу 500 тысяч 400 тысяч долларов только потому что это на озере мичиган это лейк-вью да да там конечно шикарные виды конечно виноград заезжаем вот это виноград плантации вот я вам говорил что действие автобус и это виноградные плантации вот эта вот компания вас будет катать пьяном видео с одной это друзья запоминайте срочно название захотите выпить приезжайте они вас будут из без точки на точку возить так виноград это натуральный виноград здесь очень что мне очень нравится мичигане вот допустим бегать или кататься на велосипеде там в конце сентября в октябре очень безумный пьянящий запах просто виноград спелого винограда от гроздей особенно этот есть вид виноград называется concord конечно-конечно он самый такой скажем так пахучий вот обратите внимание на license plate иллинойс или номера иллинойс мичиган индиана мичиган индиана приезжий народ да да вот ответ на вопрос кто занимается вот такой паркинг друзья на гравии таком дешевое сердит у вас интересно да вот наверно конкордой а это как что же не собрали еще виноград еще начни созрел что интересно вас над на травке многие паркуются у нас на травке нельзя у нас в специально отведенном месте не дай бог на травку встать да здесь попроще